всем привет по просьбе снимаю своих собак нюха как маленький бомбовузик лохматый еле-еле тащится со мной фейка впереди спортсмен хоть и с бочками гуляет с капой впереди ну а мы с нюхать утащимся в этом месте удобно нет никаких раздражителей людей детей велосипедов колясок и так далее на что нюх сильно реагирует поэтому мы здесь любим по крайней мере начала своей прогулки проводить потом она немножко под успокаивается и уже в принципе реагирует только на собак а в начале прогулки конечно реагирует на все раздражители вот тащимся еле-еле или вообще сзади меня тащится или ну не уж пошли не уж пойдем ты моя собака ну давай 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 иди я тебе сзади сниму давай для олеси иди вперед на любят смотреть как ты под своими и иди лохматыми булками шевелишь да хоть мы такие лохматые но так вот и не поймешь где перед где зад прямоугольная лохматая булка и иди мамонты мой мамонтенок а там где-то собаки лают филе давай тебя тоже сниму ой филюша гуляет и лень или илюшка все вы уже повернули до спортсмены нюшка здрасте мы че усилистая а поп отмерзнет пошли нюш давай устала что ли ну ты вообще давай 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 шевели своей лохматостью на улице минус 3 снега дофига вроде здесь как-то и проходил наверное трактор ну я думаю что это было до последнего снегопада потом уже не чистили на этой неделе вроде больше снега пока не обещают хоть какая-то будет передышка потому что мой честно говоря уже от этого большого снега задолбались а потом чем еще тоже плохо внизу-то лед сверху снегом припорошит ты такой спокойно наступаешь на снег с уверенностью что ты на снег наступил а там-то внизу лед и все куку да такие вот у нас дела все нормально все хорошо собаки живы-здоровы слава богу скоро наступит в конце февраля буду давать противоглесные начале марта будем делать прививки обычные наши стандартные ежегодные потом капли покупать от клещей это конечно все очень финансово недешево не знаю как сейчас насколько все это дело подорожает ну по крайней мере вроде проблем со здоровьем нет уже хорошо потому что когда болеют хвостики ну что обследование что консультации врачей какие-то исследования обследование это даже выходит дороже чем у людей потому что людей где-то можно бесплатно по полису сделать у животных по лесу нет хотя между прочим почему бы и нет особенно например для собак которые подобраны или из приюта взяты это такая тема я считаю что могли бы и хозяевам и помочь раз государство само не справляется у нас с решением проблемы бездомных животных могли бы и поощрять хотя бы таким вот образом пусть не бесплатно например ту же стерилизацию кастрацию хотя бы по какой-то льготе делать ну у нас это только пока на словах на деле очень сложные не во всех регионах у нас например так номер с фельдка точно не прошел хоть нас и поставили тогда на очередь я объяснила что мы подобрали в том бездомный но мне сказали что возможности такой не было поэтому мы фельдку за деньги кастрировали то где-то в каких-то регионах проходит этот номер тоже со скрипом со сложностями ладно поболтала с вами немножко а мы дальше гуляем